Я предлагаю начать из такого. В Крыму снова горел аэродром Бильбек. Как пишет АТЭШ, поражен состав с ракетами для МИГов. Было точное попадание и детонация в течение нескольких часов главного ракетного артиллерийского состава. Там хранили большинство ракет для самолетов Су-27, Су-30, МИГ-31, которые, как мы все хорошо знаем, обстреливают Украину. Ну и также до этого последний раз Бильбек поразили всего лишь меньше суток назад. Оккупанты жалуются, что в СУ используют ракеты Атакамс. Как вам кажется, Михаил, удается ли такими дальнобойными ракетами прорядить ПВО Российской Федерации? И поняли же оккупанты, что для них там спокойной жизни не будет? Ну давайте, если без такого, как сказать, без пафоса, да, говорить насчет поняли ли оккупанты, я к чему это хочу сказать. Ну они знают, у них же есть план всего этого, что значит спокойной жизни не будет? Пока идет война, не будет. Пока идет война, безусловно, мы будем поражать цели в Крыму. Мы это умеем, мы это показали. При этом россияне, конечно, будут усиливать защиту Крыма, как они уже усилили, например, защиту Москвы. В Москву же мы давно же не попадаем никуда. Хотя раньше попадали. Но в чем их расчет? В том, чтобы добиться так называемого мира, перемирия, чего угодно, который им не важно. Кстати, признаем мы там Крым российским, не признаем. Им важно, что мы не... Чем будет отличаться мир от войны? Только одним. Что мы не сможем по ним стрелять. Что если сбудутся планы, ну, например, Петра Павла, президента Чехии, который говорит, надо прямо сейчас провести переговоры, там прекратить воевать, потому что территорию вы не вернете обратно. И в этот момент все, у них в Крыму будет спокойствие, тишина. Они отстроят там ПВО нормальную, они отстроят там все, что захотят. Снова там радиолокационные станции, которые мы поразили, они отстроят. Да еще и Черноморский флот, война закончится. Можно будет плавать через Босфор, и они пригонят новый крейсер там какой-нибудь в этот самый, в Черное море, и флот нагонят новый. Поэтому вопрос весь в том, как бы вынуждены ли мы будем поставить войну, что называется, на паузу. Если будем вынуждены поставить на паузу войну, потому что я не верю в мир, да, просто не верю, возможно, со россиянами договориться о мире, то тогда у россиян все получится. И тогда, да, они верят, что, ну, в этом их план состоит. Вот сегодня Путин поехал в Китай, чтобы в том числе пытаться давить через Китай, на Европу, на Америку и на нас, заставить нас подписать некое, неважно, какую бумажку, как свою, Минск-3, да, в смысле, вот, не будем стрелять друг у друга. И все, и тогда у них все будет хорошо в Крыму сразу. А как вы думаете, что будет с Крымским мостом? Ну, как видим, пока как-то мы опять вот совершили такой, мне кажется, неправильный ход. Под названием мы прямо проанонсировали, что когда там, не помню, весной его разрушили. До конца весны осталось ровно 15 дней, и мы его не разрушили. Поэтому так уверенно говорить, что у нас получится. Опять его защитили россияне. Мы бьем по нему периодически, это последние несколько месяцев не били, но мы же потом продолжали пытаться бить по мосту, у нас не получается. Потому что сложно, это сложно, такой объект поразить. Вот сейчас у нас есть атакамсы. Сейчас у нас есть атакамсы, это точно. Можем ли мы атакамсами разрушить Крымский мост? Не знаю, надо спрашивать военных специалистов. Кстати, военные специалисты из Washington Post, например, писали подробно статью, где описывали, почему только Таурусами можно поразить Крымский мост, почему другими ракетами нельзя. Я не настолько военно-специалист. Я понял, разобрался, почему Таурусами можно. Это я разобрался, потому что у них двойное действие ракеты. Она сначала первый раз взрывается направленно, чтобы пробить препятствия, а потом, проникнув внутрь препятствия, то есть в данном случае внутрь моста, уже взрывается внутри остаток. Они предназначены Таурусу пробивать бетонные перекрытия. В Афганистане использовались, чтобы углубленные бетонные сооружения взрывать. Но Таурусов у нас нет. Сможем ли мы другими средствами? Вы знаете, может быть, потому что у нас ребята изобретательные. Я при этом не говорю нет. Мы же два раза уже взрывали, и оба раза необычным способом. Первый раз с этим грузовиком, кстати, как подтвердило СБУ, действительно был грузовик. И второй раз при помощи морских дронов, что тоже никто не ожидал. Но к этому теперь россияне готовы. Грузовики, они больше не пускаются взрывчаткой на мост. Вокруг построили заграждение сетей барж, тоже готовы. Но вот нужен новый способ. У нас не поменялся состав ГУР. Я думаю, что менее изобретательные люди там не появились. Там все очень сидят и думают, как взорвать Каюзский мост. Да, кстати, действительно Путин прибыл в Китай после переизбрания. Такой первый зарубежный визит его. К сожалению, вместо ордера там Путина теплый прием достаточно. Прогулка по парку, чаепитие. Сообщается, что Путина сопровождает в Китае такая внушительная делегация. После, скажем так, переназначения правительства России. И как вы думаете, вот если простым языком Китай и дальше будет помогать Путину, даже после поездки Си в Европу? Ну, в каком-то смысле помогать будет. То есть, тут слово помогать, оно же имеет много смысла. Вот сегодня, кстати, американцы, по-моему, очередной раз сказали, что не надо товарищу Си помогать Путину. Понимаете, помогать, поставлять оружие, он, насколько я понимаю, напрямую не поставляет оружие. И да, дает разрешение Северной Кореи, например, на поставку снарядов. Она без разрешения Китая этого делать бы не могла. Она фактически колония Китая. Вот с такими вторичными явлениями там сейчас борется Европа и США. Потому что прямой поддержки военной, конечно, нет. Что еще не делает Китай? Китай не дает денег. Россияне зимой просили у Китая кредиты. Прямо. Им не дали. Причем кредиты просили в юанях. Не дали. Дальше. Китай не готов ради россиян нарушать международные правила. Не готов нарушать санкции. Потому что китайцы, начиная с 1 января, заблокировали значительную долю платежей в адрес китайских компаний, от российских компаний. Все, что связано с военной промышленностью, связано с поставками в военные предприятия, это все китайцы заблокировали, потому что они испугались, что их банки попадут под санкции. Это было прямо сказано американцами. Американская делегация ездила, объяснила, что вот будем вводить санкции против китайских банков. В России этим, кстати, возмущены. Российские и пропагандисты, и политики из государственной думают, как это? Нам обещали, что Китай друг, а Китай не принимает у нас деньги. Причем в том числе и юаня, что интересно, не принимает Китай. За вот определенные виды товаров, услуг и так далее. Поэтому это все сложно назвать словом «помогает». Но в чем помощь? В том, что если бы не было Китая, если бы Китай взял и прекратил отношения, ну ввел бы такие же санкции, как цивилизованный мир против России. Типа вводим санкции против алюминия, там еще что-то, еще что-то, еще что-то. Так Россия бы загнулась просто. Потому что ввел бы, да, ввел бы там ценовой потолок на нефть. Но нефть бы запретил вообще ценовый потолок на газ, не знаю, и так далее, и так далее. То есть если бы Китай был частью нашей цивилизации в этом смысле, то все, просто России бы уже не существовало. То, что Россия экономически выжила, это потому, что она смогла продавать что-то в Китай и покупать в Китае. Так бы у них не было первое денег, а второе еды, потому что еду они тоже покупают в Китае. Вот это важнейшее, ну и там не только еда, естественно, тракторов у них не было бы, станков бы у них не было. Они не смогли бы собрать картошку, они бы ее собирали руками, потому что все станки и комбайны они тоже покупают в Китае. Вот такое, вот это помощь, к сожалению. То, что Китай мешает создать настоящую изоляцию, настоящую блокаду Российской Федерации. Да, и кстати, вот по поводу того, что Путин сказал, что он готов поддержать мирный план Пекина, который, как мы понимаем, подразумевает остановку военных действий на тех позициях, где стоят сейчас армии и начало переговоров без каких-либо дополнительных условий. Это что значит? Это просто сделать приятно Пекину? Но ведь мы видим, что Путин сейчас своими перестановками в правительстве дает понять, что он ведет войну на истощение, что он, скорее всего, останавливаться не собирается. Нет, все по-другому. Такого мирного плана нет у Пекина, как вы и рассказали. Расскажите. Это план Петра Павла, то, что вы говорите. Ну, условно говоря, из вчера озвученного, да? Нет, почему? Мирный план Китая, он не предусматривает остановку на тех позициях, которые сейчас. Мирный план Китая был опубликован уже очень давно, а именно год и три месяца назад, 24 февраля 2023 года был опубликован мирный план Китая, так называемый. Значит, в нем 12 пунктов в этом мирном плане. И, ну, правда, я все время про этот план говорю, что он не является планом, по сути, потому что когда есть план, то он предусматривает набор шагов. Надо сделать раз, два, три, четыре, пять. Это план. А это, скорее, мирная концепция, по большому счету, как бы она ни называлась. И, кстати, она, кстати, и не называется мирный план. Она называется «Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса». Это официальное название. Там нет слова «мирный план». Так вот, первый пункт этого плана говорит «уважение суверенитета, гарантии независимости и территориальной целостности всех стран примат международного права без двойных стандартов». Как видите, здесь идет речь о территориальной целостности всех стран. Это первый пункт, прям первый пункт. Дальше там, потом только третий пункт прекращения огня. Третий, не первый. То есть первый – территориальная целостность. Третий – прекращение огня. Четвертый – начало мирных переговоров. Четвертый. Вот. Ну, дальше там, что там еще есть такого? Отказ от санкций у них десятый пункт. Десятый. И тогда получается как? Что если… Ну, и двенадцатый, кстати, содействие послевоенному восстановлению Украины. То тут вопрос как? Если смотреть на это как на план, именно как называть это словами «мирный план», давайте идти по пунктам. Давайте первое реализовываем. Что? Территориальная целостность. Согласно уставу ООН и так далее, и так далее. Это значит, вывели войска, правильно? Потом, потому что, ну, второй там я не буду даже рассказывать, нашли до третьего, после этого перестали стрелять, после вывода войск. После этого начали мирные переговоры. Вот. Поэтому, если смотреть именно на букву «мирного плана», там нет такого, что просто сейчас перестанем воевать. Поэтому, ну, в любом случае, вы правы в том, что, конечно, это реверансы Путина в сторону СИИ, все эти рассказы. То есть, как он-то хочет, он-то хочет. Он согласится сейчас на перемирие, конечно, на своих условиях. Конечно, согласится. Вот если можно будет вот на тех, на линии, так сказать, огня вот сейчас остановить войну, Путин, конечно, согласится, ему нужно время. У него сейчас огромная проблема. Он почему, если вы думаете, ну, вот как вот думать, сейчас Путин, все, он перехватил инициативу, он сейчас побеждает. Побеждающая страна меняет министра обороны? В самом разгаре. Да. Побеждающая страна не меняет, подсказываю министра обороны. Не меняет. А почему он меняет министра обороны? Потому что сейчас Россия вышла на абсолютный пик своих усилий. И это не слова, это цифры. Вот просто если посмотреть на бюджет Российской Федерации, то в 2024 году это наибольший военный бюджет, который был, но и наибольший из тех, что будут. У них же план на три года вперед есть. Так вот у них в следующем году снижение военного бюджета. А через год еще большее снижение, потому что у них денег нет на то, чтобы поддерживать военный бюджет в таком состоянии. То есть они все вложили в 2024 год. Вот им нужно в 2024 году достичь максимума и подписать перемирие. У них нет другого. У них вот такой план. И сейчас они на пике своих усилий. А что произойдет дальше, если мы не подпишем это их, то на что они давят, то у них уменьшаются деньги, а у нас подлетают и в 16-е, а у нас подходят вот сейчас эти 61 миллиард долларов. То есть у нас станет лучше, а у них хуже. Ну вот это прям факт математический. Вот у нас атакамцы подъехали, атакамцы подъехали, подъехали. У нас раньше атакамцы, это было вас, а сейчас уже как бы у нас это... Мы раньше атакамцы тратили, вот нам дали 20 штук, и мы их потратили на какое-то конкретно одно мероприятие по вертолетам в Луганске и в Бердянске. Кстати, выгнали их из Бердянска, эти вертолеты. А сейчас вообще атакамцы у нас как бы нормальный, совершенно расходный материал, как снаряды для артиллерии. Вот, поэтому Путин хочет сейчас мира. Это кажется, что он сейчас прям готов по любой ценой идти вперед. Ну что, он же понимает, что он Харьков не возьмет. Он-то понимает. Я не знаю, понимает, да, думаете? У него же амбиции... Военным путем не возьмет, ну конечно, понимает. Его цель создать у нас панику, что он сейчас возьмет Харьков, создать у россиян настрой, что да мы сейчас тут всех. И создать у Запада страх. Создать у Запада страх. Конечно, я думаю, что в этом его план. Вот. И он отчасти удается, как видим. Нью-Йорк Таймс написали статью, ссылаясь на какие-то свои источники в администрации Байдена, что, мол, Украина и Россия через несколько месяцев могут пойти на переговоры по остановке войны по линии фронта. Это уже скорее такой корейский сценарий. В администрации Байдена растет ощущение, что следующие несколько месяцев могут оказаться решающими, поскольку в какой-то момент обе стороны могут наконец прийти к перемирию путем переговоров, подобному тому, которое положило конец активным боевым действиям в Корее в 1953 году. Ну и, собственно, да, и Путин, как мы уже с вами обсудили, говорит о каких-то мирных переговорах. Как вы думаете, действительно ли в администрации президента Байдена подумывают о таком? Нет, я абсолютно не верю в содержание этой статьи по следующим причинам. На войне невозможно сказать, а давайте так, вот мы сейчас повоюем, а через несколько месяцев заключим перемирие. Так не бывает. Перемирие заключается либо сегодня, либо никогда. Ну, можно заключить перемирие сегодня? Можно. Невозможно заключить перемирие через несколько месяцев. Вот давайте, это же не футбол, понимаете, это выглядит, как будто человек о футболе разговаривает, что вот играть еще 45 минут, а через 45 минут какой счет будет на табло, такой зафиксируем. Так в футболе, да? Ты точно знаешь, что еще 45 минут осталось, второй тайм, через 45 минут вот такой счет. Никто не будет играть до конца, да, в футбол, пока все умрут. Вот представьте себе, футбол, которым играют до конца, вот пока могут стоять на ногах, играют, 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 да, потому что, ну как, никто не сдается, по очереди забивает голы. Вот так выглядит война, а не как 45 минут. Поэтому это звучит, как абсолютно нелепая фантазия, то, что написано вот в этой газете ровно по этому поводу. Вот реально нелепая фантазия. Если бы они написали, если бы эта же газета написала, сейчас идут переговоры о перемирии. Я мог бы поверить в эту историю, да? Это реальность. Так заканчиваются войны. Идут некие тайные переговоры, потом они становятся явными и подписываются. Но, когда говорят, что это будет через несколько месяцев, то просто несерьезно абсолютно звучит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова